Ты же не с ради визы, нет, нет, ребят, не ради визы. Ладно, могу примерно сказать, примерно так и расскажу, как мы познакомились, как мы познакомились с женой, короче. Дело было так, я, когда в Японию только приехал, начал активно искать себе различные варианты, как можно потусить с японками. Ну, развивать свой японский язык, практиковаться, искать знакомства новые, интересные, как-то социализироваться. И самый лучший вариант, естественно, это с японками это делать. И я начал очень активно изучать сайты знакомств. Я уже сейчас не помню, какие именно были сайты знакомств, самые разные я использовал. И довольно часто у меня были встречи через эти сайты знакомств. Какой-то там был Japan Cupid, что ли, или что-то в этом духе. Но там в основном были японки, которые очень сильно интересовались иностранцами. И как-то с ними было не очень интересно. То есть они как-то были какие-то не настоящие японки, ну как это сказать. Слишком у них было разнуздное поведение у большинства, с кем я встречался. Потому что, видимо, они привыкли, что с иностранцами надо именно так себя вести. Набухиваться, лапать тебя, трогать и очень разнузанно себя вести. То есть такие японки совершенно мне как-то не особо понравились. И я тогда решил переключиться на такой сайт, который назывался Mixi тогда. Сейчас уже этот сайт совершенно, по-моему, даже по-другому выглядит. Там были какие-то сообщества по, опять же, культурному обмену по знакомствам с иностранцев. Но это не был сайт знакомств. Это была именно социальная сеть японская. И в этой социальной сети я как раз случайно совершенно начал переписку со своей женой. И там слово за слово, сложно сейчас вспомнить, о чем мы там переписывались. Мы с ней договорились, соответственно, о встрече. Она жила в сайтами. Мы с ней договорились о встрече, о свидании. Причем это было совершенно спонтанно. То есть я там в это время как раз там ездил в Осаку на каникулы школьные, короче, там тусил. Ну и что-то там это с компьютеров с его там писал. То есть, ну как, у меня особых знаний-то не было. И я думаю, вот приеду из Осаки, будет меня ждать встречи с ней. И, соответственно, мы с ней встретились. Где-то там, это было на Синджику. У нас было первое свидание. И я, конечно, первое, что меня удивило, мое первое впечатление о ней, это то, что она ростом метр пятьдесят была. А я метр девяносто три. Там, да, метр девяносто два у меня рост. И я, конечно, офигел. То есть первое мое впечатление, я думаю, блин, такая низкая. Я думаю, как вообще, как у нас вообще с ней получаться-то хоть все будет с такой мелкой. Как это вообще возможно-то хоть. Вот, но, тем не менее, она была симпатичной. То есть, ну как, она мне показалась, я к ней пригляделся. И она была практически самой красивой. Японкой из тех, с кем я доводил встречаться до нее. То есть, до нее я встретился, там, сходил на свидание. Где-то, может быть, с пятью или с семью японками. Или около того. Сейчас сложно точно сказать. Может быть, с десятью даже. То есть, за три месяца. Примерно столько. Я там практически каждую неделю снова ходил на свидание. Вот, и она была реально, то есть, у меня она показалась самой красивой. Видимо, это как бы, ну, произвело впечатление какое-то на меня определенное. Хотя у нее, конечно, были довольно эти, немножко выдающиеся зубы передние. Два зуба от этих вот. Вот, это, ну, у многих японок это, конечно, прослеживается. Вот, и меня это немножко поначалу отпугнуло. Но, из-за того, что она такая вся миленькая, такая, прям, такая, ну, общительная, с крашенными такими волосами. Копна у нее такая была, огромный волос. Вот, я ее повел, повел ее на Синджику. Мы там с ней встретились, где-то, там, на какой-то станции, там, нищего Седа. И я ее повел в небоскребы на Синджику. И куда я водил всех японок, с которыми я встречался практически. Если я с ними встречался там на Синджику, я их всех вел на небоскребы. Там есть два небоскреба муниципалитета. Вот, и я их всех туда вел по стандартной схеме. Потому что, как бы, на свиданиях всегда работает стандартная схема. Ну, если ты хочешь, как бы, иметь успех на свиданиях, ты просто действуешь по стандартной проверенной схеме, вводишь в одни и те же места всегда всех девушек. Хотя, когда ты спрашиваешь, что девушке не нравится, она всегда говорит, как правило, что я не хочу, чтобы меня парень водил, меня в те места, куда он своих бывших водил. Или других женщин. Ну, потому что все так делают, соответственно. Я ее повел в эти небоскребы, и там было такое, ну, это был вечер, романтический вечер, соответственно. Мы там смотрели с ней на ночной город. И там у нас был с ней первый поцелуй, ребята. Вот такая эксклюзивная информация. Вот, то есть у нас был с ней первый поцелуй с женой спустя где-то полтора часа после нашей встречи с ней. Видимо, мы так сильно друг другу понравились. Вот так вот. Поэтому, да, классные были времена. Десять лет назад целых, представляете, ребята? Практически ровно десять лет назад. С этого момента начались наши отношения практически. То есть она мне потом на обратном пути из этих небоскребов начала объяснять бранные, ну, не бранные, а всякие ругательства японские. То есть она у меня первая была, кто меня научил ругательством по-японски. Именно я японский начал от нее осваивать. И вообще, мой, в принципе, японский язык, мои основные знания, самые первые базовые знания, я, можно сказать, от нее получил. Максимум своих знаний японского языка, именно самых первых, базовых. Вот, поэтому я изначально, мой японский, он немного женский японский напоминал. Потому что, ну, я тогда еще не выражался там всякими оры, там и так далее. Я там говорил ватаси. Вот. Потом, конечно, перестроился уже. Но поначалу именно от нее японский весь черпал. Виртуальное начало общения редко заканчивается долго совместной жизнью. Ну, не скажи. Как по-разному бывает на самом деле. То есть по-разному бывает. Хотя, да, я согласен. Я согласен. Я виртуально стараюсь не знакомиться ни с кем. Просто, да, у меня вариантов не было особо других. Где мне сейчас с японками знакомиться-то? Мне нужна была воронка японок, которые нацелены на встречи с иностранцами. Все-таки, тем не менее, да? То есть это максимально простой был для меня вариант реакции у жены. Но это не покатит на какую-то историю. Там пошловато история на реакции друзей жены. Потому что у нее... Она из Сайтамы родом. Это все-таки там и Сайтама, Кавагоя. И там бодоловато... Много бодланов довольно-таки. И друзья. У нее очень много друзей. Там подруг было бодоловатых довольно-таки людей. Поэтому там реакции на меня были довольно-таки... Довольно-таки, как-то сказать, смешанные. Бывало так, что люди там в открытую спрашивали про размер моего достоинства. Вот. Среди ее друзей. И такие были. Типа, ну как там? Че, нормально? Типа. Я говорю, ну, наверное, получше, чем тебя точно. Сергей, давно смотрю твои ролики. Они очень мотивируют. Скажи, пожалуйста, ты был в токийском Диснейленде? Если да, что думаешь об этом? Я побыл в Диснейленде по билетам, которые нам подарили ее друзья на нашу свадьбу. Они нам подарили ее. Ее друзья подарили. Представляете, нам билеты в Диснейленд. Они лежали где-то год нетронутыми. А у них срок действия как раз год или полгода, что ли. Они, короче, лежали, лежали, лежали. И мы практически в самый последний момент решили поехать в этот Диснейленд. И было холодно. Народу очень много. Мечта для многих людей побывать в токийском Диснейленде. И народу там постоянно очень много. И ждать надо постоянно, короче, на эти... Чтобы покататься на чем-то по часу. Реально, стоишь в очереди от полчаса до часа. Мне там не понравилось вообще ничего, кроме покатушек, короче, на машинках. На машинках там и катались. Вот это бы весело было и все. Но мы там рассорились. Из-за того, что надо было постоянно ждать. Холодно. Конечно, времена меняются. Рекомендуют больше посещать Дисней Си. Именно. То есть там же их два. Один Диснейленд, другой Дисней Си. И вот для взрослых интереснее Дисней Си посещать. Ну, зато там вечером неплохой парад.